Ликование в предвыборном штабе бывшего министра образования Франции. Воскресенье правящая партия социалистов страны провела первый тур Праймерис. И Бенуа ОМОН лидирует. Это восторг, это победа левых. Если честно, я очень рад. Основа программы ОМОНа – минимальный месячный доход для всех граждан Франции в размере 600 евро. Его оппоненты критикуют эту цель, называя ее нереальной. ОМОН ушел из кабинета при Франсуа Ланде из-за разногласий по вопросу бизнес-ориентированной экономики. На втором месте бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Он обратился к своим сторонникам с призывом не сдаваться и готовиться ко второму туру Праймерис. Он намечен на 29 января. «Перед нами и перед вами, дорогие соотечественники, лежит выбор. Это выбор между поражением и возможной победой. Выбор между обещаниями, которые невозможно осуществить или обеспечить финансово, и реальными левыми взглядами, которые отвечают ответственности, лежащие на стране». На третьем месте среди социалистов – бывший министр экономики Франции Арно Монтебур. В целом, за право участвовать в президентских выборах боролись семь кандидатов. Ранее в стране прошли Праймерис правоцентристов. На них победил бывший премьер-министр Франсуа Фион. Выборы президента в стране пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. На них за высший пост будет также бороться лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Липан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова